Фактически наш годовой круг Великих 12-х праздников Начинается он скоро с праздника Рождества Престой Богородицы Почему заключается именно всегда праздником Успения? Этот круг, который мы совершаем, посвящается целиком на самом деле Божьей Матери Почему? Потому что мы в тропаре слышим, что не оставила нас Божья Матерь никогда И в этом Успении, когда апостол Фома через некоторое время приехал и попросил Чтобы открыли ему гроб Божьей Матери Этот гроб до сих пор находится в совершенно нетронутом в Иерусалиме В этой пещере, если поедете, можете туда, там и приложиться к этому гробу Но это место, с этого места Божьей Матери, она только удалилась от гроба Но на земле она осталась и проявляется в виде мироточивых икон, в виде всех тех чудес, которые совершаются И которые нас никогда не оставляют, не оставляют только при условии, что мы к ней обращаемся Молитва Божьей Матери является основной молитвой, которую мы можем в своем сердце иметь ежедневно К Богу обращаться мы всегда стараемся, но Божья Матерь она с нами Она посреди нас, она везде всегда с нами И поэтому этот праздник особой силы Успения до такой степени, что все храмы, которые впервые где-то строились в каком-то городе Всегда были посвящены Успению Успенские соборы всегда начинали города в России Самый древний храм в Москве это Успенский собор Который митрополит Петр, который еще имел титул митрополита Киевского и всей Руси соорудил и поставил И который до сих пор стоит, конечно, не в том виде, но на этом же фундаменте На Западе, между прочим, все храмы, которые у всех городов Франции Они посвящены Успению Божьей Матери И так далее Фактически для нас сегодня основной праздник нашей жизни Кроме воскресения Христова Чего нам доступны Божья Матерь всегда соступница великая перед Богом И в нашей молитве она не только слышит, но она близка от нас всегда Благословение Господне на вас, только благодатью и человеколюбие Всегда ныне и тридцать на веки веков Благословение Господне на вас, только благодатью и человеколюбие